Это колонка редактора на репортере. Я по-прежнему Виталий Хемий. На море все и разговоров, что о хайпе и о войнах, которые ведут ветераны фейсбучных войск. Неделя была насыщенная, давайте поговорим о ней, тем более есть что вспомнить. Первую полноценную майскую неделю в фейсбуке, в других социальных сетях, да и вообще в интернете велось активное обсуждение деятельности, поступка одного львовско-одесского ресторана. Вы знаете, как он называется, вы знаете, что стало причиной активной волны антирекламной кампании, направленной в сторону этого ресторана. Людям, депутатам, фокурсовета, их сочувствующим, людям, как правило, которые не ходят в такие рестораны, люди, которые привыкли вести эти самые фейсбучные войны, не понравилось оформление стен этого места общепита. Вы знаете, само по себе такое предъявление претензий ресторану, месту, куда люди приходят поесть, пообщаться, оценить обслуживающий персонал, официанта, кухню. И после всего этого нам, точнее им, не нравится оформление стен, ответьте на этот вопрос для себя. Для чего вы ходите в ресторан, для чего вы ходите в кафе? Пообедать, поужинать или посмотреть картины на стенах? Если меня интересуют картины, ну и не только меня, я иду в музей или включаю что-нибудь расслабляющее на ютубе и изучаю живопись классиков. Но нет. Началась самая настоящая атака на владельцев заведения, причем некоторые наши земляки, за которых мне, откренно говоря, стыдно, желали всех несчастий заведения вплоть до пожара. Процитирую своего товарища. Когда мы стали такими? Когда мы стали давать оценку тому или иному заведению, тому или иному предпринимателю, бизнесмену, не тем, что мы посещаем или не посещаем, ходим или не ходим, а вот таким вот пожеланием всяческих бед и пожаров. Это нормально? Лучшей реакцией на вот такую вот истерику, необоснованную, как по мне, было бы игнорирование именно этой части людей, которые не оценили специфику юмора. Понятно, юмор может быть удачный, может быть качественный, но вы помните, как несколько лет назад действующего президента Украины часть фейсбучного сообщества заклеймила за шутку об Украине, которую, я напомню, что Владимир Зеленский сравнил Украину с героиней немецких специфических фильмов. Вот тогда и сам квартал, и нынешний президент отбивали серьезную атаку. Хотя, вообще, элементарная была вещь, шутка. Кому-то зашла, кому-то не зашла. Кто не любит такой юмор, тот переключает. Кто не оценил таких где-то провокационных картин, тот просто не ходит в этот ресторан. Но давать больше градуса этому обсуждению, желать огня и дыма и дальше провоцировать. Ну, зачем? Так вот, владельцы этого заведения решили отреагировать, насколько я знаю, убрали картины. И, что самое интересное, они не дождались какого-либо, в общем-то, извинений каких-либо не дождались от той стороны, которая их клеймила. Но в то же время получила целую, как бы, авоську претензий от тех, кто их защищал, скажем так, от более патриотического сообщества. Хотя, политизировать вопрос рисунков в ресторане, помните, лет 35 назад, хотя вы, может, и не помните, но благодаря юниону, так называемому восстановлению и объединению группы кино, мы должны знать песню «Мама, мы все тяжело больны», «Мама, наверное, мы все сошли с ума». Если бы только в этом самом ресторане была главная хайповая проблема недели, которая уже стала частью истории, давайте все-таки немножко расширим масштабы. Не только в Одессе спорили, спорили во всей Украине. Вы наверняка хорошо знаете одного из лучших интервьюеров на постсоветском пространстве. Я знаю этого человека как качественного спортивного журналиста, обозревателя Юрия Дудзя. Последнее время я, к сожалению, не смотрю его интервью, потому что мне просто неинтересны гости, которые к нему приходят. Я далек от и культуры, далек от рэперов, далек от героев 21 века, всевозможных блогеров. Нет, неинтересно. Мне интересны фильмы о Колыме, фильмы об истории бывшего Советского Союза, интересные гости, которым есть что сказать. В середине марта на канале Юрия Дудя вышло интервью, как оказалось, с нашим соотечественником, блогером, который именует себя Иван Гай. Я навел справки об этом человеке. Оказывается, мои молодые сотрудники в детстве смотрели YouTube-каналы Иван Гая. Я посмотрел, ничего для себя нового не открыл. Интервью я осилил с трудом. Наш соотечественник хорошо зарабатывал, в том числе и за счет просмотров в России, за счет российской аудитории. Жил в России в период наиболее поколенных отношений двух стран. Потом дает невнятное интервью Юрию Дудю, причем встречаются они в Бразилии. Ну прошло-то и прошло. Спустя почти два месяца этот самый Иван Гай наезжает на Юрия Дудя с претензией, что тот вырезал какую-то важную часть, где Иван Гай прослыл просто сумасшедшим патриотом. А что же ты, уважаемый для многих блогер, сразу не предъявил эту претензию Юрию Дудю? Между прочим, вырезанный кусок Юрий Дудь в полном объеме затем выставил на всеобщее обозрение. Все смогли увидеть, как там довольно зрелый блогер демонстрировал свою гражданскую позицию, осуждал режим Советского Союза, вспоминал НКВД, Голодомор. Как бы все правильно. Но почему нельзя было сначала ударить в гонг и потребовать Юрия Дудя, чтобы этот 12-минутный кусок был оставлен в программе? Вы знаете, я пересмотрел этот 12-минутный вырезанный ролик, я посмотрел на реакцию соцсетей, посмотрел на реакцию своих коллег из интернет-изданий. Так вот, в этом 12-минутном ролике я, к сожалению, не увидел внятной позиции, внятной проукраинской позиции молодого блогера. Можно списать на возраст, но, извините, человеку уже 25 лет, можно разбираться немножко в истории, разбираться в фактах, разбираться в реальности. И мне как-то стало обидно и за наших ветеранов из бучных войск, это уже были ветераны из другого лагеря, и за коллег из средств массовой информации, которые возвели этого блогера в ранг героя. Подумайте, нужны ли нам такие защитники, защитники нашей национальной идеи, защитники истории Украины. Внятной позиции, я подчеркиваю, в этом вырезанном куске я так не услышал. А к журналистам и интернет-обозревателям вопрос, а слышали ли вы этот самый вырезанный, отцензурированный Юрием Дудем? Вот этот вот кусочек непонятных мыслей от Ивангая. Мы записываем очередную колонку у моря, у аудитории может возникнуть вопрос, а каким образом ресторан в центре города, Дудь, Ивангай, фейсбучные войска связаны с морем. Вы знаете, после такой насыщенной информационной недели лучше всего приехать к морю, ведь море успокаивает. Подумайте об этом и приезжайте. Это была колонка редактора, я Виталий Хемий, смотрите Репортер.